Всем привет! Я очень рада, что вы заглянули на мой парфюмерный канал. Меня зовут Виктория, и здесь мы с вами разговариваем в основном о парфюмерии совершенно разных классов. Сегодня видео понравится, скорее всего, именно тем, кто любит и уважает бренд Фаберлик. Я сегодня расскажу вам про 10 ароматов, которые я в основном, чаще всего использую этим летом. Друзья, напишите, какая погода в ваших городах, какие планы на лето, или вы, возможно, уже успели побывать в своем долгожданном отпуске, какие впечатления, эмоции, возможно, какие-то новые, замечательные, незабываемые знакомства у вас уже успели произойти за это лето. Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет невероятно интересно об этом узнать. Так сложилось, что в моей коллекции есть практически все ароматы Фаберлик. Откуда, спросите вы, неужели Вика, ты прям помешана на этом бренде? Немножко не так. Дело в том, что я много лет, наверное, уже лет 5-6 веду свой бьюти-блог в Нейзаграме. Если вам интересно, подписывайтесь, там я рассказываю об уходе, о декоративной косметике, и там больше лайфстайл-сторис. Если вам интересно, подписывайтесь, у меня точно такой же одноименный канал. И долгое время мы с этим брендом сотрудничали. Соответственно, многие, в основном даже, наверное, 97% ароматов мне достались безвозмездно. Я о них рассказывала в своем блоге, делилась своим честным впечатлением. И таким образом, на моей полке собралась почти что вся коллекция парфюмерии Фаберлик. Конечно, кто-то мне скажет, фу, сетевая парфюмерия, какая это гадость! На что я вам отвечу? Нет, друзья, не говорите того, чего вы не знаете. Сначала познакомьтесь с ароматом Рамьята от Фаберлик, с ароматом Алена Ахмадулина от Фаберлик. Познакомьтесь, а потом скажите свое мнение. Я уверена, что даже какие-то пафосные парфюмерные носы в слепом затесте не отгадают, что это сетевая парфюмерия. Просто понюхайте, узнайте. Эти ароматы совершенно доступны. Их можно купить на Авито, на Юле, где угодно, на любых парах, барахолках. Посмотрите, поищите, познакомьтесь, а потом будете говорить и фукать в адрес моих таких вот видео, где я обозреваю именно бюджетную парфюмерию. И вообще, друзья, да, я знаю, что я много болтаю. И вообще, друзья, вот я выбрала для себя такую нишу рассказывать именно про бюджетный парфюм. Я вам честно скажу, я в неделю примерно 4-5 сообщений негативных, оскорбляющих получаю. Фу, дешевка, фу, как можно это держать в руках, как это можно брызгать на себя. Вы серьезно? Вы серьезно так считаете? Настолько ваше мировоззрение ограничено, и вы думаете, что если флакон стоит 300-500 рублей, а для многих людей это деньги, это значительные деньги. Кто-то зарабатывает деньги потом кровью знает, что любая сумма, любые деньги это деньги. Для меня 300 рублей это деньги, 100 рублей это тоже деньги, и даже 50. Так вот, мне пишут много негатива на тему того, что как я могу вообще про такое говорить и хвалить вот эти ужасные дешевые флаконы. И оскорбляют, и пишут унизительные какие-то вещи, и слова пытаются точнее меня унизить, но это невозможно, потому что я уверена в том, что я говорю. Я отвечаю за каждое свое слово, которое я произнесла в социальных сетях. Поэтому, друзья, если вы дослушали такое длинное, долгое вступление, если вы до сих пор со мной, поэтому предлагаю приступить к основной части видео. Итак, начну с одного из самых любимых ароматов у Фаберлик на лето, это Дона Филича. Друзья, вот все говорят, парфюмерный Фаберлик, фу-фу, портится, что-то такое, в общем, неносибельное. Нет, вот я хочу вам сказать, что вот именно этому аромату, этому флакону больше пяти лет. Он не то что не испортился, он даже не думает об этом, верха никуда не улетели. Звучание целостное, прекрасное. Это у нас для любителей Moschino I Love Love и Dolce & Gabbana Light Blue. Прекрасный, летний, такой какой-то насыщенный итальянский аромат. В нем шикарные, бомбические, бодрые цитрусы, кисло-терпко-сладковатые. Слышу, здесь прекрасно такую немножко припылено-горьковатую ноту бархатцев. И небольшую прохладу ландыша, и всю красоту прекрасной майской свежей розочки. Деревяшки здесь есть, теплая амбра здесь есть, и небольшая капля мускуса. Очень красиво, филилично, по-летнему звучит, очень позитивно. Просто обожаю Дона Филича. И, кстати, еще мужская версия с лавандой мне тоже безумно нравится. Следующий аромат, это мужская версия из новой линейки Is Clear. У меня есть отдельный обзор на эти ароматы. Forest, это мужской парфюм, который ношу, конечно же, я. Это экологичная серия, посвящена гармонизации отношений природы и человека. Пробка выполнена из коры пробкового дерева, которая сама восстанавливается, растения не страдают. Сам аромат классный. Это очень современный, такой реалистичный фужер. Подойдет для мужчин и девушек, для молодых, активных, стильных персон. Я здесь слышу огромное количество еловых аккордов, немножко перчика. В целом аромат звучит очень гармонично, красиво. Имбирный чай густозаваренный, зеленый чай, чабрец, какие-то именно природные аккорды. Вот как будто я вдыхаю, я ощущаю самый естественный природный аромат летнего, такого полутинистого хвойного леса. Очень красиво, держится на мне примерно 4-4,5 часа, шлейф чуть выше умеренного, приятно. Классный, великолепный фужер. Очень хвалю, часто ношу и слышу комплименты от своих близких. Мужской аромат, мужская версия. Forrest Faberlic. Следующий аромат, это уже женская версия. Flowers. Там очень красивая пирамида, в которой включена и ромашка, и колокольчик. Я его слышу как озоново-зелено-цветочный аромат. Сухо-травье, аромат какого-то прекрасного весенне-летнего луга. И вот сейчас уже больше и больше слышу водяную лилию. Много сухих аккордов. Это красивая, это нежная, это акварельная, это природно, приятно, озоново. Кто-то сравнивает его с Cheruti и с Gucci Memories. Вот именно те такие пыльно-цветочные нотки, может быть, перекликаются. Настроение и звучание совершенно разные. Приятнейший аромат. Ношу его очень часто и активно летом. И я думаю, что еще в первую половину сентября он тоже будет у меня в использовании. Следующий аромат, к сожалению, это снятость. Друзья, если где-то будет возможность его послушать или приобрести, обратите на него свое внимание. Это моя любимка. Это, по-моему, второй флакон, а может быть, даже и третий, уже не помню. Это мужская версия под названием Celsius. Я обожаю этот прохладный, даже ледяной, зеленый коктейль Mojito. В нем такая классная мята, в нем такие офигенные цитрусы. Вот просто в огромный блендер закидали мяту, другие разные травы, сок цитрусов налили, много-много льда. Все это перемололи, положили в красивый фужер. Я его беру в свою руку, и на фужере прям вот такая, знаете, испарина. А вокруг море, вокруг солнца, пляж. Как это круто! Я думаю, что вы чувствуете через экран вашего компьютера или телефона, насколько сильно нравится мне этот аромат. Да, он не супер сильно стойкий, но в жару, в дикое пекло в Москве, вот я считаю, только такие ароматы и нужно носить, а не какой-нибудь Бакару или флер наркотик. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на этот флакончик. Его еще можно купить с рук на различных сайтах, барахолках и так далее. Он очень крутой. Просто вот коктейль Mojito в прекрасном флаконе. Друзья, следующий аромат под названием Faberlic из серии Kaori. У меня версия именно Yuzo, но, честно говоря, я ношу вообще всю серию Kaori. Я считаю, что она неоправданно обделена парфюмерным вниманием. На самом деле серия очень даже неплохая. Так вот, Yuzo, как называется, так и пахнет. Удивительно, что это цитрусовый, такой летящий фужерный аромат, зеленый, цветочный, но на мне он стойкий. Вот серьезно, 4-5 часов для бюджетной водички. Это очень хороший показатель, я считаю. Здесь все возможные, вот какие только существуют цитрусы, здесь есть. А также свежинка ревеня и кислинка черной смородины. Конечно же, какие-то другие белые цветы. Розочка, по-моему, там есть. И приятный, совершенно не отталкивающий, очень легкий пушистый мускус. Хороший вариант для любителей цитрусовых ароматов. Следующий аромат, который очень красиво выглядит и хорошо подходит под мой сегодняшний образ. Да, сегодня, друзья, освещение немножечко у меня страдает, но вот снимаю в условиях ремонта. Как могу, так и снимаю, честно говоря. Это у нас, это у нас Элиссар. Здесь такой симпатичный переход от какого-то фиолетового-голубого в зелено-желтый цвет. В общем, классный такой какой-то переход, градиент. Аромат неплохой, но у меня до сих пор стойкое ощущение, что это как будто какая-то недоделанная до конца парфюмерная работа. Мне кажется, что здесь нужно было чуть-чуть еще постараться над его звучанием, чего-то добавить и чего-то убрать. Вот какое-то такое у меня, знаете, к нему отношение. Но, тем не менее, ношу, ношу, очень неплохой прозрачный аромат. Вот он мне пахнет, как какая-то родниковая вода и пространство вокруг. Здесь много водных, морских, освежающих, кристально чистых нот. Есть спокойные цитрусы, вот какой-то он немножко даже меланхоличный, очень спокойный, уравновешенный аромат. Есть приятная нота пиона. Там еще есть нота клевера. Ну, возможно, такая слегка припудрена, припыленная какая-то ноточка такая и есть. Но больше слышу про хладный пион. Также сухие деревяшки и мускус. Неплохо. Элиссар. Многие почему-то его ругают, говорят, что быстрее всех портится у Фаберлик. Я с этим, конечно же, не согласна. Аромат неплохой, но вот мне кажется, нужно было над ним еще немножко потрудиться. Следующий аромат Фаберлик под названием Променад. Знаете, мне кажется, его можно было еще назвать аромат свободы. Вот когда я его вдыхаю и наношу на себя, я ощущаю свободу. Вот когда ты стоишь на каком-то, на какой-то горе или утесе, и ты смотришь вот в эту какую-то бездонную природную гладь, и ты вдыхаешь полной грудью максимально воздух в себя, ощущаешь себя как птица, которая только что начинает готовиться к полету. Вот как-то так он у меня звучит. На самом деле Променад, это, конечно, прогулка по какому-то морскому побережью. Симпатичный флакон. Вот он немножечко у меня поменял свой цвет, а водичка стала такая более желтоватая, мне кажется. Но на само звучание никак это не влияет. Огромное количество морских нот. Это именно акватический, цветочный, спокойный, тихий тоже аромат. Любите, если вы морские нотки, присмотритесь. Очень нежный, прохладный, чистый аромат свободы. Еще один аромат посвящен свободе, таким природным, естественным, натуралистичным оттенкам. Это Алатау. Но здесь уже такой больше свобода в какой-то гористой местности, где именно горы, прохлада, какой-то север, где растут маленькие красные кисловатые ягодки. Я слышу здесь огромное количество природных оттенков, мотивов. Кристально чистый горный воздух. Какие-то хвойные есть оттенки. Много прохладных цветов, например, ланды, шпион. Припудренные оттенки цветочные какие-то есть. Опять же, этому аромату много-много лет, больше пяти точно в моей коллекции. По-моему, это уже даже снятость, и он не портится. Просто он правильно у меня хранится в темном, прохладном, парфюмерном шкафу. У меня проблем с этим нет, друзья. У меня нет с этим проблем. Очень суховатая база, ветивер, кедр, опять же, много хвойных разных оттенков и, наверное, мускус. Мускус там, скорее всего, тоже есть. Приятный еще один аромат свободы, но здесь уже свобода в горах. Очень приятный аромат, посвященный инжиру. Причем и молодому инжиру, и спелому инжиру, и его листу. Удивительно, что даже есть у меня такой дубль, хотя я практически избавилась от всех дублей. И это у нас Рената Сикрет. Такой шикарный зеленый флакон. Мне сейчас так нравится зеленый, такой насыщенный, изумрудный цвет. Тоже хорошо с моей рубашкой сочетается. Если не знакомы, познакомьтесь с пробником. Он классный. Он совершенно никак не похож на обычную красную Ренату. Там у нас помадная роза, джем из розы, там, по-моему, всякие ягодки. А здесь именно молочко незрелого инжира. Его вот эта зеленая часть, его зеленые, раздробленные, разрезанные, размятые в руке листья. Все это украшено прекрасной фрезией, водяной ливей, которая дает такой при этом тонкий, прохладный оттенок, при этом какую-то такую морскую, небольшую, объемную акватичность. Очень классный аромат, зеленый аромат, с какой-то перчинкой, искринкой. Вообще, нота инжира мне очень близка, она мне нравится. И круто то, что парфюмеры научились эту ноту вплетать в разных интерпретациях. И спелый инжир, и зеленый такой, да, еще не созревший до конца инжир. И это очень круто и современно звучит. Красивый аромат, завершающийся амброй, мускусом, какими-то очень сухими, спокойными деревяшками. Очень это красиво. Я рекомендую вам к нему присмотреться. Звучит он как очень хороший и качественный люкс. Прекраснейший цветочно-фруктовый, ягодный аромат. К сожалению, эта снятость, это мелоди. Его время, это конец весны и все лето. Это прекраснейший фруктовый, ягодный коктейль. Даже какое-то пюре, которое добавили. И банан, и красное, и зеленое яблочко, и свежую клубничку. Все это приправили экзотическим цветком франжипани. И все это посыпали, ну, прям вот, минимальной горсточкой ванильки. Это так классно звучит. Это что-то в стиле эскада. Это какой-то такой, да, можно сказать, фруктово-ягодный компотик. Незамысловатый, такой ненавязчивый, слегка инфантильный. Но мне так хочется пахнуть, особенно в жаркий период времени. Также здесь есть пралине, которое дает такую приятную, непритерную сладость. Плюс ко всему, конечно, спокойный, ненавязчивый мускус, кислинка, черные смородинки. Деревяшки, наверное, там есть, которые почти что не слышу. Очень позитивно, задорно, сочно, ярко и натуралистично. Вот такой, вроде бы, да, по описанию, может быть, вам покажется, что химозненько звучит. На самом деле, нет, ни грамма химозного оттенка здесь нет. Мелодии от Faberlic. Если вам удастся с ним где-то познакомиться или у кого-то приобрести с рук, то я думаю, что положительное и позитивное настроение вам обеспечено на весь теплый летний период года. Ну что, мои дорогие друзья, я вам поведала о своих 10 фаворитах парфюмерных от компании Faberlic. Напишите, пожалуйста, в комментариях, с какими ароматами вы знакомы, с какими планируете познакомиться, как относитесь к бренду, что сейчас носите из сетевой парфюмерии усиленно, наиболее всего. Я, кстати говоря, сейчас прям вот налегаю на полку, где у меня стоит Faberlic. От некоторых ароматов хочу постепенно избавляться, потому что, как я уже говорила, в ближайшем будущем буду формировать новый парфюмерный шкаф. Мне очень много всего хочется попробовать, мне очень прям вот хочется знакомиться с новыми ароматами. Соответственно, конечно, нужно для них освободить новое место. И вот поэтому я освобождаю полочку с Faberlic постепенно, потихонечку. Но это при этом ни в коем случае не означает, что я обесцениваю эти ароматы парфюмы. Я их по-прежнему люблю, просто оставлю в коллекции самые любимые, носибельные. А те, которые пользуются у меня меньшей популярностью, буду использовать. Возможно, продам, возможно, подарю, отдам. В общем, у каждого парфюма, у каждого флакона своя судьба, конечно же. Спасибо за внимание. В последних видео я так много болтаю, но знаете, я так рада, что вы у меня есть. Я так рада, что у меня есть этот канал, где я могу с вами побеседовать на любые темы. И всегда вижу от вас обратную связь, ответы. Ваши комментарии мне давят мотивацию, позитив и заряд энергии. Спасибо вам большое за все. Я вас обнимаю. До новых встреч в самых ближайших парфюмерных видео. Пока-пока.